Привет всем, кто верит в себя. Меня зовут Эван Кармайкл. Мое главное слово «Верь» и я верю, что предприниматели смогут решить все главные мировые проблемы. И тема нашего выпуска сегодня «Привыкай к отказам». Слово «Джек Ума». Когда я выпустился из университета, и еще до него, я же не мог поступить три года. Я 30 раз пытался устроиться на работу, но везде получал отказы. Я пошел в полицию. Мне сказали «Нет, вы нам не подходите». Я даже пытался устроиться в KFC, когда они открылись в моем городе. 24 человека подали заявку. 23 приняли. Меня нет. И так же с полицией. Нас пришло пятеро. Четверых приняли. Я один получил отказ. Так что для меня провалы и отказы... Кстати, я еще не говорил, я и в Гарвард заявление подавал. Все 10 раз мне отказали. Я знал, что так будет, но попытка не пытка. Они жалеют об этом, это точно. 10 раз вы писали им со словами «Я хочу учиться у вас». Да, как-то после сказал себе «Зато, может, меня еще к ним в преподаватели возьмут». Я никогда не подавал заявку в Гарвард или KFC и не получал подобных отказов, но я считаю, что отказы — это естественная часть пути предпринимателя. Вы будете получать отказы снова, снова и снова. Без этого невозможно построить бизнес, и ваши первые шаги на этом пути могут оказаться провальными. Вас могут непонять или раскритиковать в пухой прах. Вы можете часто слышать «нет», потому что люди вас еще не знают и не могут доверять вам. И, возможно, вам не удастся заключить несколько первых сделок, потому что на все нужно время. И даже когда вы достигнете определенного успеха, соберете классную команду, добьетесь весомых результатов, вы все еще будете получать отказы. Регулярно. И это часть жизни предпринимателя. Если вы не умеете с этим справляться, то этот путь будет слишком трудным для вас. Полагаю, что есть два способа справиться с отказами. Первый — это использовать их в качестве топлива. Как поступает Джек Ма? Десять раз Гарвард отказывал мне в обучении, но, возможно, однажды я еще преподавать у них буду. Используйте их как топливо. Сейчас вы меня отвергли, но я вам еще покажу. Я добьюсь всего. Я вернусь и стану у вас преподавателем. Вы отказали мне в этой сделке, так я заключу сделку в десять раз выгоднее. И это первый способ. Использовать отказы в качестве топлива, чтобы выйти и добиться чего-то еще более значительного. А второй способ — это просто забыть об этом. Смириться. Я поступаю именно так. Для меня отказы не становятся топливом, потому что меня особо не задевает, когда кто-то мне отказывает. Или когда что-то не получается. Когда я готовился к этому видео, то пытался вспомнить какой-нибудь недавний отказ. Потому что их было так много, но ни один из них мне сильно не запомнился. Единственное, что я вспомнил, так это то, что на днях попробовал запустить новую серию о лучших проектах с Кикстартера. Это была новая задумка, и я хотел ее протестировать, показать разные полезные идеи с этой платформы. Но эти видео оказались не так интересны по сравнению с остальными рубриками, так что я решил не продолжать эту серию. Но в этом нет ничего такого. Такое случалось и раньше, и я даже не рискну назвать вам точное число рубрик, которые когда-то мне пришлось зарубить, потому что они оказались не так интересны. Вы отвергли их. Но ничего страшного, я просто двигаюсь дальше. Итак, вот вам две стратегии. Используйте отказы в качестве топлива. Я докажу вам, что вы неправы. Или просто забудьте об этом. Смиритесь. Таковы правила игры. Это просто часть пути. Двигайтесь дальше и думайте о том, что еще можно сделать. Так что выбирайте первое или второе, но главное не фокусируйтесь на отказах. На мой взгляд это самое главное. А если вы раскисаете и сидя дома начинаете убиваться, внушая себе, что у вас ничего не получится, и при этом ничего не предпринимаете, вот тогда вы их прямо на пути к провалу. А мой вопрос вам на сегодня, как вы справляетесь с отказами? Используете ли их как топливо? Просто забываете о них? Или делаете что-то другое, о чем я еще не знаю? Расскажите об этом. Оставляйте свои комментарии. С нетерпением жду ваших ответов. Я бы также хотел поблагодарить Калиба Отмана. Огромное спасибо, Калиб, что приобрел мою книгу «Твое главное слово». Это очень много значит для меня, и я надеюсь, она тебе нравится. Еще раз всем спасибо за просмотр. Я верю в вас и надеюсь, что вы продолжаете верить в себя и свое дело. Отличного вам дня, и скоро увидимся в новом выпуске «Энспрессо». Я так скажу, провалы — это своего рода большой кахуна предпринимательства. Покажите мне того, кто готов принять удар, и я покажу вам хорошего предпринимателя. Вся суть в том, насколько вы готовы к удару. И знаете, что я для себя уяснила? Ведь если подумать, классные продавцы зарабатывают по 2 миллиона долларов в год, продавая апартаменты в Нью-Йорке. А мои продавцы именно столько и зарабатывают. И они отличные предприниматели, весь бизнес держится на таких, и они создают собственные компании, нанимают людей и так далее. И вот что я выяснила. Единственное различие между суперзвездой, получающей несколько миллионов в год, и человеком, едва сводящим концы с концами, единственное. И это не связи и даже не трудоспособность. Некоторые вкалывают до седьмого пота, но получают гроши. Все дело в способности держать удар. Некоторые, получая отказ, будут сокрушаться из-за него неделями. При этом они могут ходить на работу, делать вид, что все нормально, когда это не так. Мысленно они будут переживать свой провал снова и снова. Классные продавцы тоже получают отказы, но затем тут же возвращаются в строй. И хотя им приходится так же тяжело, они умеют отпускать ситуацию и просто двигаться дальше. И если у вас есть эта способность, вам стоит быть предпринимателем, потому что это качество отлично окупается. И именно оно позволило мне построить бизнес, потому что что я умею лучше всего, так это держать удар. Если я падаю, то тут же беру себя в руки и делаю вид, что ничего не произошло. Стараюсь двигаться дальше. И знаете что? Если вы умеете так быстро собраться, то после этого в вашу жизнь непременно приходит что-то хорошее. И еще кое-что. Хотя я абсолютно не религиозна, слишком рьяно в детстве мне все это навязывали, даже вспоминать об этом не хочу. Но я твердо верю, что если вы серьезно настроите свой разум на какую-либо цель и отправите свой посыл во Вселенную, то мир сам начнет вести вас к этой цели. Это точно. И все само начнет приходить к вам. Так что я придерживаюсь такой веры, и даже когда судьба преподносит мне очередной удар, я знаю, что какой-то счастливый случай обязательно вынесет меня на белую полосу. И это происходит со мной каждый раз, когда я беру себя в руки. Чуть позже я написал «Сияние». Это была моя третья книга, и по контракту я имел право написать первый черновой сценарий для фильма. Я это сделал, но позже узнал, что Стэнли Кубрик, получивший от Warner Bros. права на экранизацию, настоял на том, чтобы сценарий к «Сиянию» писал именно он и Дайана Джонсон. Так что, по сути, они отвергли мой сценарий и решили снимать то, что хотели именно они. Я не воспринял это как-то болезненно, не был расстроен или зол. До прорыва в карьере ты переживаешь тысячи разных отказов, и через какое-то время привыкаешь к ним, как к одному из условий игры. Но главное, что ты учишься, учишься на них. Знаете, да. Признаюсь, часто, когда ты пытаешься привнести в мир что-то новое, поначалу ты постоянно получаешь отказы. Потому что найдется миллион людей, которые скажут тебе, что ничего не получится, или что есть те, кто делают это гораздо лучше тебя. Но вы должны воспринимать подобные комментарии не иначе, как мотивацию. Так, если вы решили стать актером, то не должны относиться к прослушиваниям как к возможности получить работу. Прослушивание уже работа. Потому что именно им вам придется посвятить большую часть своего времени. И если вы их по-настоящему полюбите, то доставшиеся вам роли станут для вас приятным бонусом. Так что главное, продолжать работать. И мне очень повезло над мюзиклом «Высоток». Я работал именно с Томми Кейлом. Потому что появился человек, который мог сказать мне, «А подготовь-ка мне что-нибудь к пятнице». Нет, это не подойдет. Хотя тут неплохо, а тут как-то странно. В общем, к следующей пятнице давать другую песню. И так целый год.